Я должен сказать еще пару слов про контрабножество. Мы сейчас обсудили, что на каждом уровне разбиения у нас есть конечное число отрезков. Каждый отрезок кодируется в последовательности из нуля и единиц, в конечной последовательности. Но если мы теперь будем рассматривать бесконечно долго этот процесс, будем рассматривать бесконечно длинные последовательности из нуля и единиц, то в конечном итоге каждый такой бесконечно длинный последовательности из нуля и единиц будет соответствовать ровно одна точка. Ну, более-менее понятно почему, потому что отрезки каждый раз сужаются, они становятся все меньше и меньше, и две разные точки, например, в один и тот же отрезок, ну, просто рано или поздно станет тесно в одном отрезке. Поэтому, на самом деле, если отвечать на вопрос о том, как много точек в том контрабножестве, которое получается в результате вот такого бесконечного выкидывания вот этих серединок, бесконечного применения вот такого процесса, то ответ такой, их столько же, сколько последовательности из нуля и единиц. Потому что каждой последовательностью из нуля и единиц соответствует ровно одна точка. Это такая точка, которая лежит во всех, во всех, во всех, во всех соответствующих отрезках, ну, от которых мы здесь обозначили. Можно сказать, что это достаточно легко видеть, что такая точка здесь надо. Хорошо. Давайте мы на это на секундочку отложим контрабнеровское множество, оно естественным образом возникнет буквально несколько минут. И я, наконец, представлю основное действующее венецо нашей лекции. Продолжение следует...